Махав новый, давай посмотрим. Нам уже все интересно. Машины встали, убрали стартер. То есть вот этот звук, якобы, когда заводит мотор стартер, в ней внутри резиночка. Так, а вот это что? Это открывал кто-то здесь? Антифриз. Вот капля антифриз. Добрый день. Сегодня у нас небольшой такой обзор по новому Kia Mahav 2021 год. Осматриваем, что изменили, что добавили. Здесь были такие... Сейчас будем менять воздушный фильтр и масло. Пробег на данный момент 3300 километров. Смотрите, ну что, сразу первое изменение увидели здесь. То, что несли они изменения от старого Mahav, то есть по трубам интеркулера, форсунки, то есть по топливной турбине все осталось по-старому. Даже вискомуфта. Ремень, вискомуфта. Единственное, что вот это защитно, вот уже стучит она, касается пластика, он крепится на двух болтиках. Вот его что сюда берешь, он стучит, что туда стучит. Не знаю, как он проявится дальше себя. Дело в том, что здесь стоял большой такой чехол на старом, и там стоял блок свечей накала. Здесь этого блока, который сгорал блок раньше, то есть это были АХ-55, на старом Mahav стоял блок свечей накала. И он сгорал регулярно. Чего мы здесь не обнаружили. То есть, видимо, стоит реле. Смотрите, сделано, получается, один провод заходит силовой, потом он сюда опять же идет, и стоит разводка на все шесть цилиндров. То есть, вот на этом самом проводе, где-то в конце, там или там, где-то стоит реле. То есть, я так визуально поискал, нигде ее не увидел. Как бы я ни пытался пойти по проводу, ничего не нашел. Смотрите, в старом Mahav была проблема и есть с топливными трубками, вот с этими. А соединение у них сопливится. Вот здесь тоже видно, что это все так вот как-то неаккуратно все болтается, конечно. Вот. И вот здесь уже видно, вот, первое потение топлива. Вот на этой трубочке. Вот она. То есть, вот здесь уже потихоньку сочится топливо. Вот здесь какой-то есть антифриз по уровню, но вот здесь есть след охлаждающей жидкости. Выкидывало, не знаю, из-под пробки или что это такое. Непонятно. Внизу даже есть. Да, внизу тоже есть охлаждающая жидкость. Сейчас поднимем, посмотрим, что это за такое непонятное явление в новой машине. Сейчас заменим воздушный фильтр. Корпус продувать и воздушного фильтра здесь не буду, потому что там идеально чисто. Купили ее буквально вот по осени. Фильтр тоже прошел 3000 всего. Но будем менять сейчас снова. Салонный фильтр, по словам клиента, 4200 стоит. И салонный фильтр он пока не купил, потому что как бы сейчас зима у нас. Он говорит, мне он сейчас ни к чему, а потом мы его, когда придет лето, начнется пыль, вот, заменим. То есть, 4200 оригинальный угольный салонный фильтр. По воздушному я не спрашивал. Смотрите, здесь уже, в отличие от старого Мохава, у нас уже установлен сажевый фильтр. Вот у нас датчик дифференциального давления здесь стоит, то есть, две трубочки металлические приходят. Поэтому масло мы будем использовать оригинал DPF+. То есть, смотрите, это уже немножко другое масло. Раньше оно было просто DPF, сейчас DPF+. То есть, цена и качество этого масла соответствуют у нас. Будем сливать масло. Дело в том, что вот здесь стоит, как и в старом, стоит вот этот фильтр. У нас картридж. Вот у нас картридж. Дело в том, что для того, чтобы открутить, если сейчас, то мы обольем там маслом. Необходимо открутить пробку снизу. Сейчас отворачиваем пробочку. Пока масло будет сливаться, мы опустим, заменим фильтр. То есть, как только мы его открутим, попадет воздух, и с колбы сразу уйдет масло вниз. Но если не открутить снизу пробку, то есть риск, то мы обольем там масло. Говорит, Кию, а не Тойоту. Говорит, ну такой, знаешь, там обзор, я смотрел, интересный был обзор по Махау. Тут что у нас? По кулакам все то же самое. Ничего не изменили. Защитка пластиковая передняя. Здесь железная, металлическая. Ну, такая довольно толстая, конечно. Стоечки стабилизатора, привода. Что там по охлаждающей жидкости было у нас интересно. Вон они капли. Вон они. Увидишь их? Да, там что ли капли? Ну, все-таки, как мне показалось, что-то из-под пробки, то есть источник сверху. Почему там как-то? Или, может быть, кто-то доливал, но я думаю, вряд ли. Доливал бы кто-то. Там на интеркулере... А, нет, это греть попало. Попала греть у нас. Субортами ничего не изменили, рычагами тоже. Вот он как раз саживая у нас. Большой. С правой стороны стоит. Рейка рулевая. Или электро. Стоит. Вот это, конечно, защитили плоховато. Здесь куча проводов. Пластиковый поддон. Такая же восьмиступка, как и на старом Mojave осталась. Но вот это, конечно, нехорошо. То есть, если мы перескочили через какое-то там препятствие и нужно сдать назад, то мы прям бах сюда. И все. Корягой, да. Вот это надо ставить, устанавливать дополнительную защиту обязательно. Вот у нас отверстия под закладные. Поэтому, я думаю, вполне можно поставить защиту. Передняя либо она сюда встанет, либо вот сюда опять же куда-то. все можно сделать. Но вот это не пойдет. Так дело. Так, карданный вал также не обслуживается. С одной стороны шрус, с другой крестовина. Я так продвину траверсу. А, давайте поставим масло сливать, а потом будем там болты под 13 Madden Russia. А тут болт корейский с пресс-шайбой. Все как положено. Вот она, сливная, также под 17. Тот же редуктор, тот же промвал. Зачем менять то, что работало и раньше? Единственное, все же я недоволен одним моментом, таким большим, что зачем оставили вискомуфту? Для чего? Вискомуфта это такой, это уже 20 век. То есть, она, у нее очень много, я бы сказал, минус. Отсутствие, то есть, электрические, если мы устанавливаем большой вентилятор или два вентилятора, устанавливаем, во-первых, на дизеле они включаются крайне редко, так как он не греется практически, то есть, работают они эти вентиляторы там вечно, а вискомуфта, то есть, попадание на лопасти вентилятора у нас какой-то грязи, дают дисбалансы и, если взять другие дизеля корейские, то есть, опять же, до рестайлинга, там пусть это будет Grand Star X, SORENTA или что-то еще, да, и вот эти помпы, крепления, подшипник вискомуфты или что-то еще выходят очень часто, второе, то есть, все-таки, вот именно лопасти вентилятора дают свое. А здесь вот, как бы, просто я, когда увидел, я уже до этого увидел, что оставили вискомуфту, ну, я считаю, ни к чему, надо было поставить большой электрический и забыть про все. Опять же, вискомуфта, она крутится всегда, то есть, если мы заехали в лужу, попала вода, попала пыль и все это летит на двигатель, что с электрическим, то есть, не бывает такого, то есть, если, конечно же, совпало там такое, что мы ехали, нагрелись и в этот момент включенный был вентилятор, попали, тогда да, шайбочку будет вставить новую. Так, пойдем посмотрим, что сзади. Раздатка. Раздатка у нас, раздатка у нас все то же самое, что Grand Star X евро 6, что, то есть, просто вкыл и выкыл, больше здесь ничего нет. То есть, функции авто у нас нет. Вот такая штука, то есть, пониженная и вперед-назад, больше ничего нет. Так, кардан, 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 кардан с подвесным, довольно мощный такой глушитель. Вроде ничего не отваливается. Трубки-отопители, конечно же, их обработали, конечно, но они, как и в старом маховец, конечно, сгниют. А трубка кондиционера куда-нибудь делит? Подожди, так, правда, куда она делась? Опаньки, а чего? А, вот она. О, ее обработали и пустили с другой стороны. Вот она идет. Она проходила по той стороне. Да, она была здесь по правой стороне и на старом махове, ой, на X55 тоже постоянно сгнивала. Нет, это я спутал с X55 у них по правой стороне. Здесь по левой датчик угла, рычаги, привода серьезные довольно. Вот здесь уже по рычагу прям отлетела краска, пошла ржавчина. Глушитель вроде не отваливается. Электронный ручник на суппортах. То есть, чтобы сменить колодки, теперь нам надо его развести сперва, а потом произвести замену. Так, фаркоп уже был установлен, был распилен бампером. Уже фаркоп сразу установили. И смотри, даже такое чувство, что поверх фаркопа уже обработали чем. Ну, как-то так слабенько. То есть, сделали обработку слабенькую такую. Какая-то, какая-то непонятная обрабаточка. Так, ну, в принципе, в основном внесли изменения по двигателю. То есть, и вот по рулевой речке, конечно. это, конечно, даже если мы просто перескакиваем через счет, обязательно защитка ударит. Новое колечко, масло слилось, пробку не закручиваем, опускаем, меняем фильтр. Так, там осталось, наверное, как раньше, 24 или 36? 36. 24 на этом. на 2,2 дизеля. Я взял две с собой. Во! 32-ая. Довольно свободно сворачивается. Ну, неудобно сделано, даже на старом мохаве, то есть, есть такая проблема на этом двигателе, что после 150 тысяч необходимо снимать. Вот сейчас, смотрите, я ослабил, и снизу стало сливаться масло. То есть, сейчас ждем. Вот она сливается. А потом вытаскиваем его оттуда. В развале лежит такой корпус масляного фильтра. И там прокладка каждые, ну, после 150-150 до 250 развал наполняется маслом. к сожалению, резиночка резиночка будет новая, крылечка будет новая. очиститель. Колечко-то внутри. Но мы уже поставили, то есть, точно такое же новое. Будет запасом в следующий раз. да, точно такое же. Она вот на этого. На пробочке точно такая же. Все, то есть, ни больше, ни меньше. Они у корейцев, как правило, все стандартные идут. Колечко всегда советую помазать. Можно маслом, можно литольчиком. Так, тоже протираем. Все везде чистенькое, все везде новенькое, поэтому проблем вообще как бы не возникает с этим. Литол. Мой выбор будет литол. В старых раньше мерседесах кольцо постоянно закусывал, постоянно закручиваешь, ставишь, заводишь, смотришь, выступает. И прям совсем чуть-чуть по кромке. Когда будет заворачиваться, вот здесь под конусом. Провод как на старом мохаве мешался, так и здесь ничего не меняет. Затягивать не надо до упора там прям. Пробку закручиваем, защиту ставим и будем заливать масло. А ты знаешь, че? Я стою и думаю, а сколько масла входит сюда? Я забыл, сколько сюда вливается масла. Пытаюсь вспомнить, я это делал много раз, пытаюсь вспомнить, но никак не могу. Ничего не дает мне в голову, он мне приходит. 6 точно вылить надо. Опять же, будем отталкиваться от того, что у нас 12 литров. значит, выливаем точно. Я сам знаю, что 6 надо вылить точно. Так, я знаю одно, что здесь нельзя сильно лить быстро, потому что она хлынет через верх. Здесь такая не совсем хорошая заливная, потихонечку налить. Сверху проход широкий, а ниже он узкий. Чем больше мотор, тем меньше масла. это как Sportage дизельный или AX35 дизельный, Tucson дизельный объемом 2 литра, а заходит 8 литров. Да, то есть 2.2 Sorento Santa Fe, который машины больше, больше объема. А, что такое? А, новый, ну, в третьем смотри. Блин, ты смотри, лить здесь, а проверять там. Ты видишь, да? Ну, как бы, я должен оттуда слезть, прийти сюда. Ну, да, ну, да. Оп, на щупу появилось, я же говорю. Значит, получается 6600. Сейчас заберет фильтр. Мы сейчас сделаем так, мы 6 залили, у нас почти максимум, мы заведем, заберет, а потом дольем. Также здесь уже установлен у нас старт-стоп, довольно удобная вещь, хотя для некоторых не совсем, наверное, я бы сказал, не первый раз сталкиваюсь с такими вещами, люди, которые пользуются старт-стопом, они жалуются на дизель, что он плохо заводится, но при этом у них все прекрасно работает, свечи накала, реле, блоки, шины, то есть, все отлично, но, по ихним словам, они заводятся плохо. Проведя вот такой, можно сказать, соцопрос среди клиентов, у которых старт-стоп это Санта-Фе, там, Киа, Соренто, это Прайм, Карнивал, выяснилось, что этим людям при покупке менеджер сказал, что здесь надо нажать кнопку, все заведется и все будет отлично, то есть, никаких проблем, все работает автоматом, то есть, зимой эти люди не греют свечи накала, то есть, они садятся, нажимают на педальку тормоза и сразу бах на кнопочку и он заводит, то есть, не греют свечи, вообще не греют, а нужно что сделать, нужно сесть в машину, два раза нажать на кнопочку, включите зажигание, как с обычным ключом, прогрели свечи, лампочка погасла, свечи накала, после этого подождали еще 3-5 секунд, после этого нажали на педаль тормоза и на кнопочку она проводится. Вот здесь точно так же сейчас объяснять наверное надо будет. Ну, хотя дело в том, что она заведется в любом случае, в любом случае все прогреется, все заведется как бы потому что морозов минус 35, тут 40, у нас нет. Поэтому минус 20 она и так запускает. Ну, чуть-чуть выше минимума. Так, делаем расчет приблизительный, заливаем грамм 300. Хотя не удивлюсь, что объем уже масла могли изменить в старом и в новом. То есть, не удивлюсь вообще, то есть, сейчас ставят другие поддоны. Даже дело в том, что мотор тот же самый, та же плита поддона, тот же самый картер стоит поддон у нас. Но внутри блок вала баланса бывает больше и меньше. И поэтому объем масла меняется. Это вот как опять как раз же по поводу H-A и H-B и такие Sorento и Sportage. Дело в том, что у одних 2,2 стоит огромный блок вала баланса, а на Sportage его он маленький, в два раза меньше. Поэтому объем масла гораздо выше. Плюс там шли разные поддоны. то есть тоже одно время там очень часто даже сталкивался с такими проблемами, что указан был совсем чуть-чуть надо будет долить. Указывается в книжке, то есть по паспорту машины указывается 6,7 а заходит почти 8. То есть и это не редкость. Все. Достаточно. Все. Масло остатки убираем. Закончили. Сейчас мы сменили масло воздушный фильтр. Ну в целом посмотрели что какие нюансы. То есть там увидели охлаждающую жидкость, там увидели топливо, увидели, что обязательно необходима защита на рулевую рейку, то есть под низ на раздатку желательно поставить тоже. Вот. Этот махав он будет обслуживаться с первого дня у меня и до тех пор пока я здесь, то есть каждое ее обслуживание мы будем снимать, показывать что-то находить новое, как все будет двигаться, на каком пробеге что у нас будет отпадать, там отваливаться, разбиваться, течь, то есть все будем показывать. Эта машина здесь сновья не спроста. Это выбор самого клиента. Дело в том, что с тем Соренто, который я вам говорил, у него 2,5 дизель, в 2011 году случилась беда. На пробеге 70 тысяч вылетел шатун и разломало двигатель. И дилеры отказали в замене. И вот тогда только лишь появляющиеся наверное запки, только-только мы развивались еще тогда в те годы, вот, потихонечку он обратился к нам, приобрел у нас новый оригинальный двигатель, я ему его поставил. И вот уже 11 лет он обслуживается у меня. То есть с тех пор он у меня обслуживается. И то есть именно покупку этой машины он то есть именно спрашивал у меня что взять лучше. Именно искал равный дизель. Ну и вот выбор на встал вот именно на Маха. если в принципе какие-то будут допустим те же вопросы кто-то приобрел или кто-то чего-то то есть отписывайтесь где глянуть может быть у вас там какая-то из проблем то мы для ним есть ли эта проблема здесь сравним ее с вашей проблемой подтекает ли та же у вас трубка или что-то еще поэтому пишите ответим подскажем ну все всем всего доброго до 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 до